ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Если верить показаниям очевидцев, похитим. Покупайте свежеукраденные щепки. Что-то нужно, брат? Есть ощущение, что ты хорошо знаешь Доктаун. Хорошо? Да я тут всю жизнь, брат. За кого ты меня держишь? Перед тобой сам тайфун Пасифики. Меня называли самородком боевой зоны. Ладно, не самое крутое прозвище. Когда мне давали стимуляторы, я мог стометровку за шесть секунд пробежать. Ты только представь себе. Теперь я максимум стометровку за день прохожу. Короче, отвечая на твой вопрос, да. Я хорошо знаю город. Я тут посмотрел ваши достопримечательности. У нас на районе за всем стоит своя идея. Ха-ха. Знаешь что-нибудь про небоскреб? Официально его называли Черный Сапфир. А теперь все зовут просто отелем или башней. Там, говорят, все по высшему разряду. Простым смертным туда вход закрыт. Это любимое место Хансена. Если он с кем хочет закорешиться, всегда приглашает туда. Народ рассказывает, что с самого верху охуенный вид. Но я не настолько поехавший, чтобы самому проверять. У вас даже пирамида есть. Ее сложно не заметить. Классное место, да? Для фиксеров уж точно. Какие бы переговоры ты ни вел, за музыкой и весельем ничего не слышно. Секреты остаются секретами. Нижние уровни открыты для всех, а вот верхние только для випов. Там крутятся большие деньги. Может, как-нибудь загляну туда. Ха-ха-ха. Все знают, что самые крупные заказы выдают там, где играют самые лучшие диджеи и выкладывают самые толстые дорожки. Я недавно был в таком выставочном центре. Там еще стоят модели разных зданий. Ого, вот это смело. Как тебе там понравилось? Пиджаки, наверное, были под грибами, когда придумывали этот район. Жизнь, конечно, послала в жопу все их планы. Представь, просыпаются они однажды утром в Канаве и думают, что же пошло не так. Гражданским в экспоцентре делать нечего. Там куча довоенной техники и снарядов валяется. Недавно оттуда еще и взрывы стали доноситься. Я тут побывал на стадионе. Впечатлился. Я когда-то мечтал открыть там магазин, но конкуренты меня выебали и даже фамилию не спросили. Раньше там ночные ястребы гнездились. Еще когда Хансен пешком под стол ходил. Как говорится, хорошие времена порождают плохих людей, а плохие люди пускают все по пизде. Короче, всегда выигрывает тот, у кого больше денег. То есть Хансен. Стадион, конечно, не главный его источник дохода, но тут я лучше помолчу. Давай сменим тему. Давай, я не против. Расскажи про кварталы Доктауна. Ты хоть уточни про какие. На севере у нас Голден Пасифик Стрит. Там есть холм. Называется Пик Луксора. Обязательно сгоняй туда. Виды просто невероятные. Десять из десяти. На западе береговые трущобы. Буквально историческое место. На юге Терра Когнито туда лучше не соваться. Я сюда только приехал. Посоветуешь, что смотреть в Терра Когнито? Могут только посоветовать обходить ее за километр. Там сколько-то лет назад была куча павильонов полетов в космос. Хром будущего. Вот это все. О, ебаный технорай. Теперь там только грязь, пыль и мусорщики. Заняли весь комплекс и сидят говноеды. Связался с Террой Когнитой. Стал дохлятиной инкогнитой. Ха-ха-ха. Понял? Инкогнитой? А что ты знаешь про Голден Пасифик Стрит? Пиджаки обещали, что там деньги будут сыпаться из каждого окна. А народ будет срать золотыми слитками. В случае Хансона, конечно, так и получилось. Он там сидит и гребет бабло лопатой. На Голден Пасифик каждый первый из Баргеста. Они там и дела ведут, и поставки принимают, и расслабляются. Посторонним лучше не соваться. Можешь рассказать про пик Луксора? Лучше держись оттуда подальше. Люди обходят их стороной с тех пор, как там вудуисты окопались. Если все-таки туда соберешься, не забудь, что они работают то с мусорщиками, то с Хансоном. Если не знать, кто им сейчас платит, можно крупно попасть. Расскажи что-нибудь про береговые трущобы. Там все было до объединяющей войны. Так и осталось. Увидишь грузовые контейнеры, значит, ты на месте. В контейнерах раньше привозили кирпичи и балки, чтобы застраивать район. Грузы разворовали, конечно. Но сами эти махины остались. Мы вообще люди находчивые. Народ начал в них селиться, залезаешь и все. Вот тебе приличный дом. Да еще и высотный. В Доктауне все идет в дело. Давай сменим тему. Давай, я не против. Тебя реально называли тайфуном в Пасифике. Глянь старые газеты, если не веришь. Я был легендой потенциальной. И почему твой потенциал не раскрылся? Да тут одна баба, Фиона. У нее типа центр для одаренных детей, где она готовит спортсменов. Тебе дают крышу над головой, нормальную еду, обучение, стимуляторы, хром. Просто до жопы хрома. Все было супер, пока не начались проблемы. Меня просто уничтожили. Буквально вышвырнули на улицу с головной болью и бессонницей. И это мне еще повезло. Спасибо, очень интересно. Ты столько знаешь про район. Ну ты чего, брат? Я ж буквально торгую слухами. Чем они смочнее, тем лучше. Могу кое-какими поделиться, если тебя интересует. А давай, почему бы и нет. Всегда полезно знать, что говорят на улицах. Вот, начинаешь проникаться. У нас на районе информаторами не разбрасываются. Я тебе напишу. Как дела? Идет торговля? Если бы самолет упал, все с ума посходили. Теперь полгорода бегает за Розалинд Майерс. Повелись на дешевый развод. Я уверен, что это ненадолго. Люди-то знают, что Рональд им подгонит все, что нужно. Покажи, что у тебя есть. Ты такого еще не видел! Продолжение следует... Прогоды. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ И где ты там, блядь? Ты где там, мудила? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Они же сейчас за мной приедут. И что? Ты мне не веришь? Ладно, давай сюда ствол, я с ними сам разберусь. Эй, хочешь хер покажу? Фондю любит тебя. Свистбол матча! Возвращайся. Собственная дж�. Лучное джек. Возвращайся. Руковод, луку. Луку еще и спрятая. Возвращайся на сайте. Продолжение следует... Продолжение следует... В этот раз Ви разочарован? Блин, прости. Я так и не понял, как этот ваш цирк устроен. Все просто. Представь, что Джонни — это пассажир. Ага. И что-то мне подсказывает, что безбилетный. Не важно. В любом случае, я за рулем. И уступать место не планирую. Я понял. Ничего страшного. Ты тоже сгодишься. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально подойдет. На углу Грея и Валагра. Рано утром. Там поговорим. Идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сообщать. Продолжение следует. 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 люди. Как скажешь. Довольно удобно. Моему жениху Биллу и его другу Чарли нужна твоя помощь. Они застряли в доме через дорогу. Хэнс сказал, они оба полицейские. И оба идиоты. Они периодически берут подработку. В этот раз у них планировалась сделка с акробатом. Но, конечно же, что-то пошло не так. Билл позвонил мне. Сказал, что у нас жопа. И если я кого-нибудь не пришлю, акробат сделает им вентиляцию в черепе. Он сказал, у нас жопа, и все. У нас полная жопа, Стелла. Пришли кого-нибудь. Я люблю тебя. Очень мило, но я надеялся на другие подробности. Я спросила, что случилось. Но он сказал, что по телефону объяснить будет трудно. Значит, Билл это твой жених, а Чарли его напарник. Что ты можешь о них рассказать? Билл сам по себе хороший, но Чарли для него, как старший брат, постоянно во что-то втягивает. Ясно, Чарли мы не любим. Я все понимаю. Найт-Сити на всех оставляет отпечаток. Но Чарли по жизни притягивает к себе проблемы. Получается, вы с Биллом и Чарли полицейские. Ваши друзья тоже полицейские. Но ты просишь помощи у наемника? Не то, чтобы акробат ведет легальный бизнес. Звонить в участок будет себе дороже. Я еще в детстве видел, что копы работают у когтей курьерами. В целом, всех все устраивало. Просто не надо связываться с такими, как акробат. Я предупреждала, что он из людей Хансона. Но разве ж они послушали? Большая просьба, не убивай людей акробата. Это ухудшит ситуацию в сто раз. Возьми эту карту доступа. Акробат занял заброшенный полицейский участок. Замки до сих пор не сменили. Поэтому карта все еще работает. Вот они. Плюсы технологического отставания полиции. Помоги им, ладно? Привет, Доктаун. Это Куртхан. Представители мусорщиков приедут с деловой виситой в городах. На случай, если наши балканские друзья будут не в духе, все должны разойтись по домам до шести. Органик фуд continues to be a major closet, closet, closet. Органик фуд. Пожалуйста, не надо! Органик фуд. Органик фуд. Стоять. Органик фуд. Так Адвальд фуд. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...